Эта события началась с 11-4 месяца. Голосование наших подписчиков на официальной странице в Инстаграм. 9 декабря мы объявим результаты. В онлайн-конкурсе могут принять участие все желающие, от 13 лет и старше. Конкурс разделен на три категории. Первая – это кей-поп кавер-дэнс. Здесь нужно будет предоставить одноминутное танцевальное кавер-видео. Можно станцевать соло или группы под любую песенную композицию. Вторая категория – это кей-культура. Нужно подготовить одноминутный видеоролик, который знакомит с корейской культурой. Рассказать, к примеру, о любимых звездах, о группе BTS или о корейском сериале. Можно выбрать любую тему. Третья категория – это кей-фото или картины. Здесь тоже все зависит от фантазии участников. Можно через фото рассказать о своем путешествии в Корею или же нарисовать, как я представляю эту страну. Мы подготовили для 15 финалистов подарки. Конечно, учитывали ситуацию с пандемией, когда практически все перешли на онлайн-формат. Хотим, чтобы подарки были полезны их обладателям. Причем ожидаем, что многие участники будут школьники и студенты. Завоевавшие первое место получат смартфон. За второе место мы дарим планшет, который будет удобно использовать во время занятия. За третье место – блютуз-колонку, мини-альбом группы BTS и смарт-часы. Обладатели четвертого и пятого мест также поделят между собой часы и мини-альбомы группы BTS. КОНЕЦ 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 С тех пор, как 16 марта президентом Казахстана был введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Наш центр закрыт для посетителей. Конечно, нам не хватает живого общения, но мы продолжаем работать дистанционно. Все наши мероприятия проходят онлайн. У нас продолжаются на интернет-платформе курсы корейского языка, очень популярные среди молодежи. Курсы по кулинарному искусству. Их идет профессиональный шеф-повар из Южной Кореи, который сейчас работает в резиденции посла Республики Корея. Также у нас была серия видеоуроков по танцам под композицию очень популярной женской группы Blackpink. Из-за пандемии не смогли приехать в Казахстан преподаватели Общества сохранения искусства Нонак, но мы организовали видеоуроки по изучению корейского традиционного искусства. Также дистанционно проходят наши выставки. В общей сложности мы провели 10 выставок из 12 запланированных. Следите за нашими мероприятиями. Дорогие друзья, мы рады объявить об онлайн-конкурсе. Надеемся на ваше активное участие и интерес. Участвуйте, ждем ваших заявок. Всем удачи и будьте здоровы!